Прискорбная новость. Закат эпохи. Всего три недели назад государство ЧАЗ, рожденное и окрепшее в борьбе, отделилось от центра Сиэтла, да и от самих США. В ходе внутренней революции оно переродилось в ЧОП, но новое название не помогло остановить хаос. После волны насилия у самого молодого государства наивысший в мире показатель убийств на душу населения. На ослабевшее государство набросились враги. Мэр Сиэтла Дженни Дуркан, которая совсем недавно восхваляла ЧОП, поручила полиции присоединить страну обратно к США. И теперь нам предстоит реинтегрировать ее граждан в американскую жизнь. Джейсон Ранс следил за событиями в час и ЧОП с самого начала. Сейчас он на связи с нами. Это своего рода знаменательный момент. Едва окрепшее государство исчезает. Да, знаешь, я не хочу тебя расстраивать, но нас не встречали как освободителей. И теперь не совсем понятно, что нам делать с этими ребятами из ЧОП, потому что... Кто они? Беженцы? Ведь мы вышвырнули их с их суверенной земли, превосходящими силами полиции на велосипедах. Но они все-таки приняли небольшой бой на своих границах, укрепленных диванами, которые, кстати, уже не те, что раньше. Полицейские очень быстро прорвались сквозь них. Должно быть диваны из Икеи. Итак, теперь нам нужно решить, что же делать с этими людьми. Речь идет о кучке слабоумных, преимущественно белых, прогрессивных активистов, которым в районе 20, и которые считают, что им в принципе не нужно зарабатывать на жизнь. Они просто провозгласят социализм, и все у них будет. Нужны ли они нам в Сиэтле вообще? Я думаю, нам лучше отправить их в Портленд. Знаешь, голод — действительно хороший учитель. Никто не учит людей лучше. Кстати, я рад, что мы, наконец, одержали решительную победу впервые за долгое время. В этой войне мы могли победить. Куда теперь пойдут эти беженцы? Они и дальше намерены копошиться в своем собственном мусоре на улицах Сиэтла или уйдут в Портленд? Ну, они ищут себе новый дом. По слухам, они собираются занять новую территорию вблизи западного полицейского участка. От восточного участка они движутся в сторону западного. Мы точно не знаем, кто будет предводителем на этот раз. Очевидно, раз Симон, восставший как Феникс из огня горящего мусорного контейнера, стал настоящим лидером, но он как бы испарился. Мы не знаем, кто займет его трон и поведет эти потерянные души к своему новому пристанищу. Так как, по-твоему, каковы шансы, что Симон вернется к своей настоящей работе, то есть будет сдавать жилье на Airbnb. Его квартира на Airbnb намного удобнее палатки напротив полицейского участка или парка. Так что вполне вероятно, он вернется в бизнес и, может быть, возобновит карьеру рэпера. Мне очень любопытно, ведь сейчас он живет на улице, он лидер ЧОП, я хочу услышать его песню, эту душевную песню, его историю. Ему есть что рассказать, и я готов слушать. Он первый мировой лидер, участник экономики свободного заработка. Так он войдет в историю. Точно подмечено. Джейсон, рад был тебя видеть. Спасибо за непрерывные репортажи из ЧАЗа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова